Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я, как обещала, хочу поговорить о корпорациях, о том, как сегодня устроены корпорации, успешные корпорации, потому что все, что мы говорим, это о успехе, и как отдельные корпорации достигают больше разных результатов, чем другие, что на самом деле в них происходит. Это, конечно, огромная тема, и о ней можно говорить очень долго и бесконечно, а моя задача только дать вам такое небольшое освещение этой проблемы, и если уже потом кому-то будет интересно, мы можем говорить об этом дальше и глубже. Если вы помните, в 2001 году у всех был такой шок, совершенно неожиданный. Крупнейшая в мире компания Enron вдруг неожиданно обанкротилась, разорилась. Что же такое произошло? Что случилось с этой компанией, которые думали, что она абсолютно не сдвигаемая, совершенно вечная компания? А произошло с ней следующее. Она имела то, что мы называем фиксированный ум, а не растущий ум. Компания набирала и в основном ориентировалась на талантливых людей. Ее задача была набрать самых лучших, самых талантливых individuals, то есть людей. Они набирали их самых престижных вузов, они набирали самых известных executives и CEOs, и тем самым компания должна была процветать и хорошо. Но, как мы знаем, они закончили обманом, они закончили тем, что они украли деньги своих клиентов, инвесторов, и потасовывали данные. Это абсолютно то, что и должно происходить в том случае, когда компания ориентируется на талантливых людей. Как мы уже говорили, талантливые люди не в состоянии признать свои ошибки, потому что они несут имидж талантливых, успешных людей, и они не открыты для обсуждений, изменений, критики, признаний в своих ошибках. Поэтому это и происходит. Они думали, что они всегда делают правильно, и им просто невозможно было нарушить свой имидж таких людей, которые допустили ошибки серьезные. Я хочу привести пример такой компании, опять я это говорю вот по Carol Dweck, ее данные, но это известные по всему миру данные. Следующая компания, которая достигла колоссальных успехов, это компания General Electric. Компания в 80-м году была возглавлена, тоже она была компанией у бывающей, компанией, которая была, ее estimate на Wall Street был порядка только 14 миллиардов долларов, 14 миллиардов долларов, то есть огромная компания, казалось бы, остыла так недорого, ее акции были очень низкими, и компания, в общем-то, шла вниз. В 1980-м году компанию возглавил инженер, который всегда работал в этой компании, его зовут Джак Вэлш. И Джак прошел интервью для CEO этой компании только потому, что он не пообещал, не говорил, что он талантливый и самый лучший, а он пообещал, что компания будет расти. Поэтому он получил эту работу. Но, как я уже сказала, он вырос в этой компании от простого инженера. И то, что у него были разные ошибки, он допускал разные вещи, но в конце концов, когда выбирали CEO, выбрали его потому, что он обещал рост компании. Так вот, компания, по его, собственно, по высказываниям Джак Вэлш, не для того, чтобы кто-то красовался, будучи руководителем этой компании, кто-то имел такую элитарную известность, а только для того, чтобы компания росла и приносила деньги своим вкладчикам, инвесторам и, конечно, shareholders. Что сделал Джак Вэлш? Но первое, что он сделал, он убрал всю элитарность компании. Он уволил всех плохих боссов, которые были, executives. Он сказал, что элитарность компании, вот этих вот талантливых людей, которые имели такой вот имидж, которые не в состоянии были признавать и получать какую-то критику в свой адрес, ему были не нужны. Он построил все на том, что самое главное во всем была именно позитивная критика, любая критика от людей, которые работали в его компании. Он спрашивал всех своих executives, которые никогда не привыкли к этому и не были готовы. Я даже сейчас очень часто вижу, как когда я пытаюсь кому-то дать, мы говорим по-английски, фидбэк, то есть какую-то критику на то, что я получила какой-то сервис или что-то еще, очень часто люди это воспринимают агрессивно. Они не готовы к этому, они не хотят это слышать. А ведь именно такая критика и есть как бы лучшее лекарство от болезни любого бизнеса, любой компании. Потому что бизнес не существует сам для себя, он существует в первую очередь для сервиса, который он оказывает людям, или для продукции, которую он производит. Поэтому если кто-то вам желает дать, ему не лень это сделать, какую-то критику в этот адрес, то это самое ценное, что вы можете получить для того, чтобы ваш бизнес выжил и продолжал оставаться здоровым. Так Джек Вэлш получал и спрашивал своих экзекютивс о том, как они работают, где они видят проблему. Они, как сказал, даже не были поначалу готовы, но постепенно, постепенно они к этому привыкли. Его можно было увидеть в цехах, можно было увидеть его рядом с рабочими, где он спрашивал, что не так, что, как они считают, неправильно. То есть он собрал информацию и собирал ее на протяжении всех этих лет от людей, которые работали с ним рядом и которые производили эту продукцию. Через 20 лет компания General Electric стоила уже 490 миллиардов долларов. То есть от 14 миллиардов в 2000 году компания уже строила 490 миллиардов долларов. На тот момент это была самая дорогая компания в мире. И это достижение его именно благодаря такой работе, когда он полностью уволил всю элиту, и перешел на работу ТИМ. ТИМ, можно сказать, это группа таких небольших команд. И эти команды, то есть по его теории и вообще по современной теории сегодня, ни один индивидуал не может сделать столько много, сколько компания. И его достижения не стоят ничего, потому что каждый из нас может ошибаться. Так вот для того, чтобы избежать ошибок, люди всегда собирают информацию окружающих людей, своих сотрудников, тот, кто работает в вашей компании. Поэтому ни один человек не может вести дела компании, бизнеса, страны сам самостоятельно. Он всегда должен собирать мнение окружающих людей о том, что он делает, прислушиваться к ним. В этом, кстати, и есть самое большое чувство уверенности в себе собрать всю информацию, всю критику от других, все идеи от других и применить их, пусть это даже не твои идеи. В этом-то и есть уверенность человека. В том, что он, не в том, что он красиво одет, что он ездит на шикарной машине и возглавляет шикарный бизнес или страну, или что-то еще, а в том, как он умеет все собрать, проанализировать и дать этому расти. У них также в этой компании General Electric был элитный клуб, куда однажды пришел Джанк и посмотрел на это, ему было приготовлено это, его ждали в встречу с ним, и сказал, что ему там ничего не понравилось. И он попросил от руководителя этого элитарного клуба предложение, как это можно изменить. Он сказал, что для него это ничего не стоит, никаких ценностей он не видит в этом элитарном клубе, где собирались все экзекути, все детусовались, показывали себя, какие они умные, красивые и талантливые. Через 20 лет этот клуб уже имел 42 тысячи участников. И эти участники занимались тем, что они оказывали как волонтеры помощь в городах, в своих организациях, в школах. Они ходили в школы и рассказывали детям, как быть успешными, как управлять финансами. Они помогали паркам, они помогали церквям, они помогали госпиталям. То есть из этого элитарного клуба, где он изогнал всех красующихся экзекутивов, он превратил в крупный клуб, который финансировался, General Electric, и в котором участвовало 42 тысячи волонтеров, которые оказывали огромную область обществу. Ну и, конечно, представьте себе, люди, которые знают General Electric с такой стороны, конечно, будут его любить больше, чем другие компании, и, конечно, в первую очередь они купят их холодильник, их продукцию, чем какой-то другой компании. Это вот об этом. Точно такая же история произошла с Microsoft компанией, если вы знаете. Я расскажу вам о компании Microsoft в следующий раз и расскажу о компании Xerox. Такие же точно истории, они немножко отличаются, но они все абсолютно связаны с тем, что сегодня никто не полагается на индивидуалов, на индивидуалов, на индивидуального человека, на одного, на его талант, на его ум, а все это абсолютно в команде. Так люди застраховываются от ошибок, получая мнение и критику на свои какие-то действия. Поэтому сегодня, когда я говорю со своими клиентами, кто работает в каких-то компаниях, они очень часто жалуются, они говорят, это не важно, что ты сидишь, и ты самый лучший программист в этой компании, что ты знаешь лучше других. Вокруг тебя будут сидеть какие-то другие, которые ничего не умеют. Но наши боссы не стремятся преподносить тебя, который ты самый умный, самый талантливый, а хотят, чтобы работал только тим, и все награды, все-все-все шло только для тим. Почему так? Потому что, как я уже сказала, людям свойственно ошибаться, людям свойственно, если они очень преподносятся высоко, не признавать свои ошибки, скрывать свои ошибки, обманывать, как случилось с компанией Enron, и тем самым наносится ущерб и компании, и shareholders, и инвесторам этой компании, крупной компании. Интересный такой факт, что молодежь, которая была рождена в 90-е годы, в это время родителям было сказано, что детей нужно очень много хвалить, что нужно говорить им, какие они умные, какие они талантливые, какие они замечательные. И эта молодежь выросла в постоянной потребности ее хвалить. И поэтому, когда они пришли на рабочие места, они сегодня на рабочих местах, им сегодня по, сколько им сегодня, 26 лет, и они являются той золотой молодежью, которая сегодня работает во всех основных компаниях, они привыкли к этому, и не могут даже уже обойтись без такой, без такой, одобрения их действий. Поэтому в компаниях сейчас, как интересно, даже появляются специальные коучинг, другие компании, которые обучают, как с ними работать. Их уже больше не хвалят за то, что он, допустим, это человек самый такой замечательный и хороший, а его хвалят за какую-то определенную работу, которую он проделал, за определенные какие-то усилия, за то, чтобы он старался работать в тим, в компании, в том, чтобы он старался других людей тоже привлекать к своим делам. И если раньше люди вознаграждались раз в год, раз в квартал, то эта молодежь, которая выросла родителями в постоянном одобрении своих действий, нуждается в этом каждый день. И поэтому уже сейчас никто не выплачивает премии или не называет лучших сотрудников года. Сегодня уже называется лучший сотрудник недели, месяца, недели и даже дня. Вы можете идти в Starbucks, и вы увидите в Starbucks, где написано «Лучшей сотрудницей дня» или «Является такая-то и такая-то». То есть, опять-таки, людей не хвалят больше за их качество, за их ум, за их талант, а людей хвалят за какие-то определенные действия. За то, что она была самая лучшая с покупателями, за то, что она продвинулась вперед, за то, что она росла в чем-то, обучилась чему-то и так далее, и тому подобное. Всего вам самого хорошего. Надеюсь, что это было интересно. Меня просили поговорить о том, как проходить интервью на работу. Я, конечно, не специалист, я не human resources, я не в этом бизнесе, я не кадровик, но я просто читала и видела очень много на эту тему, и я сама принимаю сотрудников на работу для себя, когда мне бывает нужно. И я вижу, по каким критериям я их оцениваю и кого я принимаю на работу. Поэтому в следующий раз я с вами поговорю об этом. Надеюсь, что всем было интересно и всего самого-самого хорошего. Татьяна Конкина, увидимся в следующий раз.